Сегодня в Запорожье должна была состояться 52-я сессия Гурсовета. Вместо этого общественность получила заявление об отставке городского головы секретаря Гурсовета. Для этого потребовалось участие народного депутата Олега Ляшко и батальона «Торнадо». Подробности у наших корреспондентов. На входе в здание мэрии клетка с чучелом Александра Сина. Вместо лица наклеена фотография на манекене арестантской робо и цепи. Для охраны выставлены две шеренги Хуртинского полка самообороны. Со счетами. Внутри дежурит примерно 50 милиционеров. Среди немногочисленных активистов, примерно около 150 человек, появляется народный депутат Олег Ляшко. Лидера радикальной партии вместе с людьми в камуфляже. Милиционеры беспрепятственно пропускают в сессионный зал. Здесь депутаты пытаются рассмотреть актуальные для города вопросы. Ляшко требует пропустить участников митинга. Со второй попытки такое разрешение получено. Общественные активисты обращаются к депутатам. Нормальное русло вернуть сессию больше не удастся. Вы своей властью можете выразить недоверие городскому голове, который, прошу прощения, вольно или невольно дискредитировал себя в глаза горожам абсолютно. Представители батальона «Торнадо», которым отказали в размещении в Запорожье, тоже пытаются выяснить отношения с городским головой. Александр Чемтанович, давайте съездим на передовую вместе. Давайте, Александр Чемтанович, вы ж мужчина, защите города. Давайте съездим вместе. Я готов поехать с вами. Я готов поехать с вами, хоть сейчас. Прокурор области озвучивает информацию по тем криминальным делам, которые были возбуждены по деятельности коммунальных предприятий при бытности СИНА и требует у депутатов принять решение об отставке головы. На сегодня уже более 20 дел почти по всем коммунальным предприятиям находятся в производстве. Часть из них уже в суде. Правда, суд еще никак не может их начать слушать. Городской голова готов в очередной раз поставить вопрос о недоверии к собственной персоне на голосование. Олег Ляшко предлагает поступить проще, написать заявление об отставке. Сегодня многие будут зареистрированы в Верховной Раде, проект постановы, приствованные отыкчасовые следующие комиссии Верховной Рады, по расследованию злочин, как и были в Чемене у Запорежья, раскрадания кошек русского бюджета, раскрадания коммунальных кошек и так далее. Поэтому у вас есть выбор, пан и СИН. Або в тюрьме, або на фронте. СИН предлагает свой вариант, согласованный с представителями Майдана еще в марте. Сначала отставка секретаря горсовета, выдвижение на эту должность депутата Острянского от Батькевщины, и только потом отставка мэра. Пока идет перепалка, большинство депутатов покидает сессионный зал, и такой вариант становится невозможным выполнить уже физически. Немногочисленные голоса в защиту мэра остаются неуслышанными. Городской голова под психологическим давлением гостей вынужден сдаться. Я готов вместе с секретарем Запорожского городского совета Тараном Абрамалевичем одновременно уйти в отставку. При этом вношу кандидатуру депутата Острянского Виктора Ивановича на посаду секретаря городского совета. Все. Таким образом, заявления об отставке секретаря горсовета и городского головы Запорожья оказались написаны. Другой вопрос, что с этой бумагой теперь делать? Ведь депутатов горсовета для их принятия к моменту подписания практически не осталось. Да и сам способ, каким их выбили, вряд ли сочтут законным в суде. Подобную попытку свержения власти методами невесть откуда взявшегося Лешко сложно назвать демократическим переворотом. Наверное, все-таки это не тот путь, по которому Украина должна двигаться в Европу.